Мои дорогие любители сада, любители огорода, девочки, мужчины, спасибо, что вы смотрите сторис и задаете мне много вопросов. И сейчас опять наболевший вопрос, который я получаю огромное количество писем. Можно ли пересаживать летом? Можно ли сажать летом? Я говорю можно, я говорю нужно. Если вам нужно растение, чтобы дало прирост на следующий год, его нужно в этом году посадить обязательно. Вот посмотрим, давайте, посмотрите какая у него корневая система. Вот что вы думаете, вы на следующий год купите такую же корневую систему? Что нужно делать? Нужно взять палочки для суши, как я все время вам говорю и показываю, и эти корни все взять и аккуратно раздвинуть. В этом году ваши корни, которые здоровые, они начнут укореняться. И в следующем году ваши хвойные даст рост. Хочется сказать для тех, кто ждет осенних скидок. Как вы думаете, будет ли нормальный питомник закупать растения в зиму? Нет. Вы будете покупать те растения, которые остались непроданные, которые простояли у них все лето. И я сомневаюсь, что они вам дадут скидку на хупси или на какую-нибудь глобозу. Я очень в этом сомневаюсь, потому что хупси и глобозы перезимуют и так отлично. А вам дадут скидку на то, что они поймут, что уже умирает и в следующий год оно не выживет. Поэтому, если вы готовы спасать растения, вы смелые. Но если вы хотите получить хорошее растение в этом году, хорошее растение, которое дадут прирост в следующем году, бешеный прирост, купите их сегодня, посадите их сегодня. Вот посмотрите, я распутала корни, они были намотаны. Еще бы месяц-два и они бы начали умирать. Но сейчас они розовые, с белым они живые. Я использую грунт посадочный для хвойных. Вы можете использовать чернозем, песок и кислый торф в смесь. Три лопаты чернозема, одну лопату песка и одну лопату кислого торфа. Теперь ямочку делаем поглубже, посмотрите. И сажаем так, чтобы нижние длинные корни ушли туда вниз. Ну и конечно сажать мы все будем с корневином, разбавляя корневин водой. Смотрите, 5 грамм, это значит на 5 литров пролили корневином. Нужно ли эпин или циркон? Здесь уже ваше желание, смотря в каком состоянии вы купили растение. Майя отличная, вечером сейчас будет дождевание, и им будет хорошо и замечательно. И следующий очень важный вопрос, который поступает, как пересаживать большие растения, хвойные растения. Ведь я же говорю, что нужно разбирать ком, а люди пишут, что не нужно разбирать. Давайте разберемся. Я конечно не буду для вас выкапывать свои большие растения, но сейчас вам объясню на пальцах. Смотрите, если вы его выкапываете, берем лунку как можно больше. Я обычно делаю обкоп пошире, для того, чтобы понять, откуда начинаются корни у моего хвойного взрослого. Полить желательно бы я советовала за день до, не сейчас, не сразу день полива. Хотя бы вчера вечером. Потому что иначе, знаете, сырая земля, она будет очень легко ссыпаться с корней. А нам нужно, чтобы остался ком. Поэтому немножко подсохшая земля лучше держит корн. Но не сухая, потому что влажная земля должна быть, тогда корни молодые, не рвутся, а также легко вытаскиваются. Мы его обкопали, мы готовим дальше лунку, образно рассказываем. Подготовили лунку, подготовили наше растение. Ставим растение, выкопанное, в нашу лунку. Чуть-чуть засыпали земли, корни не разбираем, не трогаем. Поливаем водой, потом досыпаем до конца земли и поливаем дальше. Опять же, водой с корневином все время. Я надеюсь, я понятно объясняю на пальцах. Но вы знаете, кому я это говорю обычно по своей связи, по сообщениям, когда я говорю. Потому что написать это невозможно, это нужно понимать. Вот все сажают правильно, и у всех все получается. Поэтому я вам желаю удачи. Я также, как и вы, сегодня сажаю. 9 августа я сажаю, также продолжаю. Еще у меня достаточно растений для посадки на сегодня. Это еще барбарисы, пузыреплодники. Я вам желаю удачи. Не бойтесь, сажайте. Аккуратно, не забываем про корневин, про корни. Учитываем разные варианты посадок. С плошки или с земли. Люблю, целую. С вами ваша Ева. Спасибо.